Сидеть. Хорошо, молодец. Своего четвероногого друга военнослужащий Ербулат Асанов готовит к очередным масштабным соревнованиям. Здесь важен правильный подход, терпение и, конечно, любовь к животным. У Ризы характер покладистый, звездной болезнью, как многие знаменитости, не страдает, шутит Ербулат. И это несмотря на то, что его верный питомец стал лучшим в стране. В обучении собаки каждая деталь имеет значение. После разминки – километровый забег. За это время четвероногие помощники должны пройти полосу препятствий, найти спрятанные в тайнике оружие и наркотики. Всего на службе базы воинской части 6506-26 «Овчарок». Это своеобразные элитные войска, говорят в Нацгвардии. Для большинства собак не чужды многие человеческие качества, а потому и подход. Каждый из них нужен особенный. У собаки есть свой характер, нужно найти подход к ней. Она тоже бывает без настроения. Работа у нас сложная, так как от себя полностью зависит жизнь четвероногого друга, который оказывает большую помощь в работе военных. Кинологи впереди саперов, говорят в армии. Именно представители этой профессии больше всего подвержены риску. Собаки всегда на острее атаки. Они могут за короткое время найти наркотики, оружие и людей под завалами. Итак, я предположительно нарушитель общественного порядка. Здесь 27 мест укрытий, и собака должна будет меня в одном из них найти. Я сюда прячусь, и собака по кличке Рейнджер должна будет меня здесь найти. Итак, поехали. У нас на службе 26 сотрудников с собаками, которые несут свою службу уже несколько лет. Дефицита кадров нет, на службу мы набираем только проверенных людей. Наша служба делится на 4 группы. Нападающие, патрульные – это которые ищут людей, и те, которые ищут оружие и наркотики. Здесь, на базе полигона, есть ветеринарное учреждение, где всем собакам проводят осмотр. У собак кинологической службы есть свой срок работы. Спустя 8 лет их отправляют на пенсию. Считается, что в этом возрасте большинство из них уже не могут работать с той отдачей, которая необходима для службы. В основном их передают в семьи кинологов или специальные приюты. Но последние зачастую пустуют. В армии считается предательством отдавать верных друзей в чужие руки.